Стабилизатор напряжения Такие стабилизаторы заказывают в частные дома Там, где значительно могут колебаться напряжения Скачки, как проседания, так и скачки напряжения Также это хороший вариант для квартир Там, где колеблется напряжение Подбирая по мощности, вы можете его использовать На производстве, в медицинских учреждениях На любых других офисных помещениях В общем, универсальный аппарат И является одним из топов в плане продаж Так как 12-ступенчатый, электронный Скорость срабатывания 20 мс И проявился достаточно надежно И мы его можем в том числе рекомендовать для вас Как я уже говорил, диапазон стабилизации рабочего 135-257 Верхняя граница отсечки это 273 вольта То есть он будет при заводских настройках Работать до 273 вольт Но уже с большей погрешностью после 257 И на нижнем пределе он будет работать до 100 вольт Тоже будет работать Но с большей погрешностью будет стараться вытягивать В принципе, вы можете еще изменить Расширить с помощью меню в этом аппарате Еще расширить диапазон стабилизации По нижнему до 80 вольт По верхнему до 290 вольт То есть, в принципе, аппарат при необходимости Можно расширить для комфортных волн диапазонов Данный стабилизатор является 12-ступенчатым И, соответственно, погрешность у него на выходе Также небольшая Всего 4%, это порядка 9-10 вольт Соответственно, шаг стабилизации у него тоже 10 вольт То есть, ваше пониженное напряжение будет шагами по 10 вольт Либо подниматься, либо опускаться вниз Но только с очень высокой скоростью 20 миллисекунд Также стоит отметить, что начинка здесь Очень хорошего качества Это тиристоры компании Иксис Это известный бренд Поэтому надежности его можно не сомневаться И благодаря большому запасу Он держит отличные, огромные пусковые токи Также данную модель можно использовать с инверторной Либо даже трансформаторной сваркой Ему это не страшно Это немногие бренды позволяют работать Стабилизатор после сварочника И также одно из преимуществ Это то, что тут добротный, качественный медный трансформатор То есть, экономия никакой Все только качественная Техника должна быть качественной Поэтому и аппарат подобран соответственно Если брать все защиты То тут все они есть Сверхвысокого напряжения Сверхнизкого От короткого замыкания От перегрева ключей трансформатора Токовая защита То есть, стандартный набор В этом стабилизаторе набор Ну и давайте теперь перейдем к внешнему виду данной модели Очень стильный, красивый аппарат Вот, если обратите внимание Здесь цифровой информационный дисплей Кнопка очень аккуратная Которую, нажимая Нажимая, можно Листать дисплей Табло менять Снизу у нас ножки На которых можно подвешивать Кулер охладительный Включается только когда он Нагревается Либо В жарком помещении Либо нагружать очень сильно По бокам Вентиляционная решетка С этой стороны И вентиляционная решетка С этой стороны Также стоит нам его Вам показать Как он подключается Подключение очень простое Любой электрик его подключит Вот у нас кнопка Включения-выключения Вот стабилизация Транзит Пидновантажением Неппер и Макади То есть, сначала нужно Аппарат выключить И только после этого Переключить его можно В транзит Режим транзита Это режим, в котором Стабилизатор пропускает Входящее напряжение И на выходе Дает то же самое напряжение Это на случай аварии Поломки Чтобы вы не оставались Без света И подключение У нас очень простое Вход 0 Ну, фаза 0-вход Фаза 0-выход Дозявление, если есть Подключаете И теперь Давайте Посмотрим Как он работает В режиме транзита То есть, вот в режиме Транзита Стабилизатор сейчас Включен То есть, мы его включили На табло ничего не показывается Это его нормальное Рабочное состояние В режиме транзита У нас он почти с боку Загорелось Все хорошо Теперь Включая Включая Выключили Переключаем Режим стабилизации И включаем Стабилизатор То есть, мы сейчас Увидим Версию ПО Тут его диапазоны Название Ампераж И погрешность В принципе Дисплей мы еще дальше Рассмотрим Как он будет Реагировать на Скачки напряжения И какую информацию Можно получить От стабилизатора На дисплее По поводу Комплектации В комплект Входит Сам стабилизатор Напряжения Гарантийный талон Отмеченный нами Серийный номер Дата продажи Стоимость Печать Паспорт Инструкция по эксплуатации Этого стабилизатора И упаковочная коробка Вот заводская упаковка Которую упаковывается Сам стабилизатор Напряжения Гарантия на данную модель Стабилизатора Составляет Три года И наработка Данного стабилизатора До первого отказа 90 тысяч часов Такой срок эксплуатации Заявлен производителем Место эксплуатации Производитель рекомендует Это Помещения Сухие Желательно отапливаемые По поводу температуры В принципе Они при небольших Минусах Также хорошо работают Платы здесь Лакированные То есть Для платы Тут страшного Ничего нету Но Желательно Все таки Чтобы помещение Было сухое Не влажное И без резких Перепадов температур Чтобы конденсат Не выпадал И рассматривая Нашу модель Вольток Сейф 18000 Следует Отметить Ее характеристики Номинальная Полная Мощность 18 кВт Пиковая Полная Мощность До 40 секунд 20 кВт Длительная Нагрузочная Способность При нижнем Значении 135 Вольт Это Нижний предел Стабилизации 11 кВт Номинальный Ток Стабилизатора 80 Ампер По входу Пиковое Превышение Тока Не более 3 секунд 125 Ампер И допустим Перегрузка И время Срабатывания Время токовой Защиты До 3 секунд 122 Ампера До 40 секунд 106 Ампер И до 10 минут 86 Ампер Габариты Его 476 мм Высота 250 мм Ширина И 186 мм Глубина Вес Примерно 26 кг Ну и теперь Давайте перейдем К дисплею Посмотрим Как будет реагировать Стабилизатор Какая информация О нем Отображается Итак Мы включаем Наш стабилизатор Напряжение Видим Версия Самая свежая Майская Название аппарата Ампераж Диапазон стабилизации Погрешность До 4% Входящая Выходящая Сразу же На первом Дисплее Отображается Как видим Вот так Ну Теперь Вот Можно переключать Этой Кнопочкой Другие Дисплеи Другую информацию Получать Значит Мы Теперь Будем У него Рабочий Диапазон 135 257 Смотрим Что у нас Выдает Стабилизатор Вот мы Понижаем Напряжение Видим Что на выходе Вот сейчас Понизим Примерно Ну вот 137 На выходе 220 вольт Если мы Сделаем Скачок Аж ниже 100 вольт Ну он будет Продолжать В этой Прошивке Сейчас Ниже 135 вольт Не показывается Входящее И выходящее В следующей Прошивке Это уже будет Это уже На осень 17 года Будет уже Все видно Теперь мы Ну вот Сейчас мы Посмотрим До скольки Мы возвращаем Нашим латтерам Входящее Напряжение В диапазон Стабилизации Стабилизатор Ждет И включается Продолжая работать И теперь мы Можем посмотреть В принципе Даже до скольки Мы Вот видите Память Мы опускали Напряжение До 88 вольт Ниже 100 вольт Стабилизатор Отключается Можно даже В принципе Расширить Как я уже говорил До 80 вольт Чтобы стабилизатор Не отключался И Верхняя 191 Сейчас мы Поднимем Напряжение Вверх 257 У нас Вот мы Делаем А Ну мы Опять Сделали Вот 230 250 Ну 256 И на выходе 220 вольт Делаем Мы Вот Скачок Резкий Перенапряжение Срабатывает Срабатывает Защита По верхнему Напряжению И Теперь мы Ждем Включения Вот Продолжает Работать Давайте Так Чтобы Немножко Вот Так Скачки Поимитируем Вот У нас И Вот Видим Как Стабилизатор Работает Переключаем Видим Что нижняя У нас Память Показывает Была 88 Вольт Верхняя 279 Это Когда Сработали У нас Защиты Ну Нагрузки У нас Не было Температура 25 градусов Защиты Показываются 100 вольт По нижнему Которые Можем Еще Понизить До 80 По верхнему 273 Которые Можем До 290 Поднять Если Нужно Ампер 70 Ампер И Температура 85 Градусов Тоже Защита Сработает Температура Трансформатора Частота 50 Гц Температура Трансформатора Ключей 25 Нагрузка И Видно Что 0 дней Т Это Означает Что Время Работы Стабилизатора 0 дней Можете Всегда Проверить Рабочий Бушный Или Новый Вы получаете Аппарат Вот В принципе Вся Информация Которая Вам Могла Быть Интересна Там Есть Еще Дополнительные Настройки В сервисном меню Дополнительно Если нужно То Это Всегда Можете Сделать Интернет Магазин 740 Является Официальным Представителем Завода На территории Украины Данной Торговой Марки Вальток Мы Поддержим Как гарантийное Обслуживание Так и Сервисное Обслуживание Этих Стабилизаторов На данную Модель Стандартная Гарантия Идет 3 года С возможностью Расширения До 5 лет Дополнительную Информацию По поводу Гарантии И всех Других Вопросов Вы можете Задать Нашим Менеджерам Если у вас После нашего Обзора Остаются Еще Вопросы Конечно Звоните Обращайтесь Мы Обязательно Подберем По мощности И порекомендуем То что Мы считаем Нужным И что Будет Подходить Для вашей Ситуации Если вам Подравилось Наше Видео Ставьте Лайк Подписывайтесь На наш Канал Всех Благодарим За внимание Особенно Наших Покупателей Которые Покупают Нашу Продукцию И благодаря Вам Мы Продолжаем Делать Видео Обзоры На стабилизаторы Спасибо За внимание